здравствуйте с вами паяльник тв сегодня мы продолжим цикл уроков по микроконтроллером стм-8 фирмы стм микроэлектроникс для начала мы разберемся как подключать внутрисхемный программатор отладчик стм-8s discovery после этого мы разберемся с настройками портов фода вывода возможно затронем один из самых простых таймеров и разберем напишем простую программку hello world собственно говоря помигаем одним из светодиодиков которые предоставлены на наши отладочные вкладки которые собственно специально для этого и предназначен вот у нас такая программа на сегодня какие же действия нам необходимо выполнить чтобы подключить наш отладчик к нашей среде самому собой подсоединить кабель usb одной стороной компьютер другой стороной отладчик после чего запустить среду разработки драйвера по идее встроенные для среды то есть никаких других других драйверов не требуется после чего в настройках проекта выбрать что мы будем работать именно с этим отладчиком это делается вот в этом окошке дебаггер сетап ст-линк все мы его выбрали теперь мы работаем с ним замечательно тоже собственно из себя представляют порты ввода вывода наверное это будет лучше всего видно на блок схеме на диаграмме что мы же мы здесь видим собственно саму выходную защелку входную выходную логику тут довольно сложная хитро и целых пять регистров управления не надо пугаться ничего сложного нету два из них это самые обычные стандартные допустим такие же есть в вере это выходной регистр а вот под утр входной регистр и др регистр 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 направлении ддр и два регистра которую других процессоров я как-то особо и не встречал это регистр управления электричество электрическими параметрами защелки как и зачем много конкретного вывода порта это регистр цир один и регистр цир 2 но если судар допустим все понятно туда мы пишем данные и др тоже все понятно туда мы данные читаем ддр пишем единицу это у нас получается выход 0 вход то с регистрами цир 1 и цир 2 все несколько сложнее регистр цир один но этот особенно заметно и вот хорошо видно на диаграмме диаграмма тоже есть такая по диаграмме по этой смотреть регистр цир один когда он работает допустим на вывод он может сделать какие вещи он может включить или push pull схему ну то есть это будет стандартный как бы выход или открытый коллектор выход с таким коллектором снимем открытым коллектором хотя по хотя там есть несколько выходов которых реальный открытый коллектор то есть повышенной нагрузочной способностью вот регистр цир 2 что делает регистр цир 2 тоже как при работе на выход он включает режим быстрый и медленный быстрый режим это 2 мегагерца формируется на выходе сигнал импульс или 20 мегагерц вот не 20 пардон 10 мегагерц в режиме ввода они работают иначе регистр цир 2 в этом случае являет является регистром разрешающим запрещающим прерыванием регистр цир один включает подтягивающий резистор или включает вход с просто плавающий без подтягивающего резистора собственно все вот так они как-то и работают ну что ж наверное рассмотрим что вообще представляет наша программа как она работает как вы понимаете она должна у нас мигать радиодиком что в нее входит во первых стандартный заголовочный файл в котором содержится название всех регистров битров битов регистров которые есть в процессоре это удобно очень и файл вот-вот из 3 инстинкс вот счет не выговоришь хан в котором содержится некоторые удобные макросы для этого процессора допустим разрешение глобального прерывания что еще здесь пара пара переменных которые мы будем использовать там где-то программе скажем объявляем прототипы функций функция от временной задержки и функция настройки таймера но у нас пока не используется не знаю успею сегодня объяснить не успею если не успею значит на следующий раз объясню как он работает перейдем собственно стройку самого порта вот то про что я говорил настраиваем бит порта 0 на вывод для этого нулевой бит порта d записываем единицу заголовочном файле реализована возможность побитного обращения ко всем регистрам всего процессора на самом деле сам компилятор сам язык со сам стандарт языка си не поддерживает таких операций вот ну в заголовочном файле это реализовано пишется это вот так вот pd ddr bit ddr 0 как где это увидеть чтобы это было хорошо видно наглядно это вот наглядно видно если запустить именно меню отладчика и открыть соответствующий регистр там как раз будет видно вот нас pd ddr pd где он у нас ddr и ddr 0 единство что нужно будет вставить бит и что туда записать точно так же мы настраиваем регистры cr1 и cr2 биты соответствующие с 10 и c20 они тут тоже также называются вот видно очень хорошо как они называются 10 10 10 20 это видимо тоже заголовочном файле чтобы не путать так сделано туда мы тоже записываем единицы с нас включается выход пуш-пул и скорость переключения до 10 мегагерц все замечательно записали после этого у нас вечный цикл вот он безусловный переход на метку hello world go hello world и здесь мы проверяем условия условия у нас регистр статус если у нас статус равен нулю то мы порт обнуляем а регистр статуса ставим единицу и наоборот после чего выполняем временную задержку вот вот она временная задержка все это приводит к миглянию светодиодом ну что же попробуем выполнить программу делаем стоп то есть шаг не циклы чтобы у нас выполнялась не заходила в ненужные нам функции которые нам не интересно смотрим как у нас меняются биты вот у нас бит д один изменился красненький загорелся 2 3 все замечательно светодиодик у нас уже на платке загорелся поскольку он зажигается у нас ноликом а по умолчанию у нас порт настроен на ноль вот все проходим дальше смотрим как выполняется все остальные операции статус был ноль мы порт все равно поставили в ноль у нас светодиод так и продолжим гореть выполняем временную задержку это будет некоторое время займет еще снова проходим на проверку условия опять проверяем в этот раз у нас статус равен единице поэтому мы меняем порт на единицу светодиодик тухнет и статус меняем на ноль и все повторяется и это циклический выполняется постоянно вызывая мигание светодиода с периодичностью которая задается этим числом собственно вот и весь hello world все мигание ну что же наверное разбор работы таймера мы перенесем на следующий раз нам этот таймер в любом случае пригодится поскольку встроенных в среду разработки модулей для измерения времени скажем выполнения функции нету нам все равно придется пользоваться для этого какой-то таймер скорее всего мы будем пользоваться именно этот таймер то есть тайм 4 как самый простой и самый легко настраиваемый вот следующий раз как раз мы займемся его настройкой и посмотрим как с помощью него можно измерить время выполнения какой-либо функции для лучшего закрепления материала вы можете пройти тест ссылка на него будет под видео ну что же с вами был паяльник тв до свидания